Отправляясь на природу, следует остерегаться не только укусов клещей, но и змей. По данным службы неотложной помощи, с 1 мая в больнице после укуса гадюки попали 18 человек. Пятеро из них были укушены во время праздничных выходных. Насколько опасен укус гадюки и как уберечь себя, выяснила Галина Сладовник. Был в гостях, вышел погулять на поляну и почувствовал укус в ногу. Змею не видел, но обнаружил две характерные для укуса гадюки ранки. Это рассказ пациента, который проходил лечение в клинике токсикологии Восточной больницы. В стационаре пациент пробыл три дня. Сегодня утром его выписали. Была сильная боль, сильное покраснение, сильно выреженный отек, который продолжал развиваться. Но на фоне действительного лечения и сотрудничества между персоналом и пациентом, всё стало на свои места и с пациентом всё будет хорошо. При укусе змеи необходимо максимально быстро обратиться за помощью к медикам. Ведь последствиями укуса ядовитой змеи могут быть и очень серьёзные нарушения в работе организма, говорят в клинике. Тошнота, рвота, проблемы с сердцем, дыханием, кровью. Если это действительно начнётся очень серьёзная анафилактическая реакция, если начнётся насчёт этого яда, будет развиваться шок, это есть нарушение, когда сильно падает давление и всё такое, это есть критические состояния, которые могут кончиться смертельным исходом. В художественных фильмах укушенные герои отсасывают яд, надрезают место укуса, пытаются яд выдавить, накладывают жгут. Всё это неправильно и так делать нельзя, говорит врач. Яд извлечь невозможно, но можно сделать так, чтобы он чуть медленнее распространялся. Та часть тела, в которую укусил змея, должна максимально быть в покое, наверх положить что-то охлаждающее, чтобы немножко эти сосуды сузились, и чтобы опять рассасывание этого яда было медленнее. Для лечения применяются специфические лекарства. В тяжёлых случаях может понадобиться переливание крови или введение сыворотки. Противоядие, говорят в клинике. Были случаи, что лечение занимало до двух недель. В Латвии обитает только один вид ядовитых змей. Обыкновенная гадюка, рассказывают в Рижском зоопарке. И она на самом деле старается с человеком не встречаться. Ни одна змея не хочет так нападать на человека, потому что это уже совсем другой калибр. Если человек большой, змея понимает, что ей-то лучше уходить. Конечно, людям тоже надо соблюдать осторожность, потому что, ну, если ты пошёл где-то там за ягодами или присел немножко отдохнуть, ну тогда посмотри, где ты сядешь. А то, ну, действительно, может быть на этом месте, на этом пеньке, а загорает, отдыхает змея. Впрочем, увидеть змею можно и возле собственного дома. Или даже обнаружить её внутри. Привлекают гадюк места, куда в сельском местности выбрасывают пищевые отходы. Потому что там они могут найти свою добычу – мышей. В компостной куче или возле пруда любят селиться ужи. А вот скошенные газоны змеям не нравятся. Если человек создаёт все условия для того, чтобы там жила змея, тогда, конечно, она может и прижиться. Ну, скажем, если у вас есть куча камней, например, или ещё там рядом есть высокая трава, которая не косится. Конечно, это очень хорошее место для проживания змеи. По данным службы неотложной помощи, в этом году с начала мая гадюки укусили 18 человек. В прошлом году с мая по сентябрь – 38 человек, а в 2018 году – 56. Чаще всего змеи кусают жителей Видземе.